Вы слушали песню «Я люблю тебя, жизнь» Почему? Потому что все мы живем ради того, чтобы жить, чтобы воспитывать детей, чтобы учиться, чтобы радоваться жизни Доставлять удовольствие своему ближнему, доставлять удовольствие тем, в каком коллективе вы работаете, живете То есть живем, чтобы всем было хорошо, всем приятно Ну и какая-то сволочь ворует наши деньги в наглую И делает вид, что у нас проходят честные выборы Поэтому, наконец-то, мы достучались до полиции безопасности Они проводят мониторинг в телефонах 67 20 89 64 Значит, они говорят в любое время суток звоните А в любых информациях, где вы с чем-то сомневаетесь, пишите, звоните и прочее Чтобы не украли ваши народные деньги А если их украдут, то, соответственно, украдут их через коммунальные платежи Через аренды земли под вашим домом За транспортные услуги сумасшедшие оплаты и многое-многое другое Так что, и даже сайт у них есть dpdd.gov.lv Так что, если вдруг вам нужно будет узнать Или сайт, или телефон Вы можете позвонить нам на радио И мы вам отдельно еще сообщим А так что, можно это дело еще прочитать В тех или иных, наверное, интернетных сайтах и прочее Но мы протестовали уже результаты муниципальных выборов Направив различные письма во все инстанции Включая ОБСЕ ОБСЕ ОБСЕ, правильно Значит, отразив полностью всю систему голосования Как коррупционную составляющую Ну, а почему нас дерут столько? А почему коррупционная составляющая? Потому что руководители центра сберкома Не менялись уже более 20 лет А я вам расскажу Вопрос, значит, даже если взять Российскую Федерацию Был Вишняков, потом был Чуркин Потом кто был? Это женщина Кто там еще? То есть, вылетела фамилия из головы Лицо перед, как говорится, глазами И как ни крути, но там хоть меняют То есть, там ввели электронные урны Там ввели видеонаблюдение То есть, господин Путин, президент России, говорит Сделать все возможное и невозможно Показать честность И, как говорится, досконально показать Честность и правдивость выборов Чтобы ни одна сволочь откуда-то из-за океана Не говорила, что там коррупция Что там воруют голоса Что там меняют урны и все остальное Все полностью прозрачно Все полностью досконально Что в этом все и все видели И таким образом ротики там закрылись Ротики закрылись Не кричат, что вот он там украл голоса Вот, специфицировали и так далее А у нас в такой демократической стране Или в таком демократическом союзе Это происходит сплошь и рядом Посмотреть ту инструкцию, которая сегодня расписана Написана Да это вообще любой здравомыслящий человек Скажет, подождите, а где выборы проходят? А выборы проходят в подвале А в это время в подвале шло комсомольское собрание Из старого анекдота одного И поэтому не секрет, что кто-то заходит куда-то в отдельную комнату Подчищает нужные, как говорится, результаты И потом объявляет, что победил тот-то и тот-то Ну и сегодня мы тоже обратились в различные инстанции На рейтинговые компании Судить их за то, что Вот мы просили радиослушателей Значит, пускай позвонит тот, кто-то до него дозвонился И проводил рейтинговый опрос То есть звонок Здравствуйте, здравствуйте Мы проводим опрос населения Скажите, пожалуйста, за какую партию вы сегодня бы проголосовали? Если бы сегодня были бы выборы Значит, да, спасибо Ваше мнение учитывается Вы гражданин, не гражданин Значит, ага, спасибо большое Все, до свидания Следующему звонок И так далее Таковых не оказалось Значит, ну, я задал вопрос Пока таковых не оказалось Да, то есть как проходят рейтинги А рейтинги проходят именно темна украинская ночь И цифры надо перепрятать Да, то есть деньги, как говорится, вперед Да, и мы нарисуем любую цифру Вот таким образом происходит опрос рейтинга Значит, одна фирма, значит, до этого показывала 16% После того, как 9 миллионов получили на эстраду Да, то есть ошиблись, обсчитались строители, как говорится Нечаянно обсчитались, да Значит, добавили 9 миллионов И сразу рейтинг поднялся там еще на 30% Да, ну и здесь интересное опять же событие, да Которое, например, вот Начинается масштабная перепланировка записала Да, можно прочитать сегодняшнюю информацию То есть подождите, ребята Что вы там начинаете? Какая распланировка? Мы еще выборы не закончились, да А вы уже распланировку Извините, это не распланировка Это распил, на мой взгляд, Затюсалы Значит, эта земля принадлежит рижанам И рижане готовы только лишь сказать Готовы ли мы там начать какое-то строительство Какой-то вид строительства, да Или это спортивные комплексы будут Или это будет вот это Или это будет вот это, да То есть кому будет принадлежать в итоге земля В конечном итоге, да Вот, то есть сегодня начался распил Затюсалы Да, то есть строительная компания Меркс начала разработку локальной планировки Территории Рижского острова Затюсов Для жилой застройки Наверное, для социальных квартир Да, наконец-то вот пробили мы тут как бы это И будут строить социальные квартиры За те коммунальные платежи Которые сдирают рижкуры с нашего этого И вот эту часть, как говорится, и будут людям давать Ты веришь в это? Да никогда в жизни Юрий, вы фантастику начинали Это Гейлро, да То есть там этот был И прочее Ну так выборы-то еще не закончились Подождите, куда распиливать? Скорее всего, они знают результат выборов Да, но вопрос-то Они-то знают уже, что все останется по-старому И ничего не изменится и прочее Поэтому задача, как бы, да Наших радиослушателей Прийти на выборы, посмотреть Да, как это все происходит Посмотреть, досконально, как говорится, покопаться Посмотреть на эту урну Посмотреть на эти листочки Учет есть, строгий учет? Нету строгого учета Но о чем, по какой честности может идти речь Если нет строгого учета То есть любой предприниматель знает С него три шкуры сдерут Если у него не будет отчетов Если у него не будет все во время сдано Если у него это не хранится в архиве В ближайшие там сколько? До 10 лет, по-моему, какие-то основные документы должны находиться Да? Вот, храниться Значит, сегодня А здесь все через 2 недели уничтожается, да? Ну, какие интересные события? Еще, пока мы тут с вами беседовали Фрегат Адмирал Эссен и подлодка Краснодар Запустили 4 ракеты по, значит, по ИГИЛовцам возле Пальмира Да? Уничтожили там этих, как говорится Как их назвать? Ну, ИГИЛовцы, да? Террористы и так далее Значит, к сожалению, погибло порядка 80 человек Значит, число жертв взрывов в посольском квартале Кабула Возросло до 80 человек Да? То есть, в посольском квартале Кабула, да? Ну, взрыв в Манчестере Абиди, который террорист погиб Готовился к теракту в одиночку Вот, можно ли это поверить? Что он сам, как говорится, купил в магазине селитры Значит, вставил туда взрыватель Да? Ну, там есть варианты, как говорится Ну, ладно, не буду рассказывать про варианты Верю, я уже сейчас во все верю Да А верю, нужно при нехватке данных Ну, суд Усманова против Навального Значит, в Российской Федерации, да? То есть, недвижимость Медведева обсуждается Могло ли быть, не могло ли быть, там и прочее Я могу сказать так Человек сутками сидит с утра до ночи работает Если даже кусочек земельки где-то что-то отпилил там, да? Значит, ну и слава Богу, да? Это не варианты Ходорковского Когда он хотел продать все нефтяные запасы Российской Федерации Американской компании по лимонаду, да? Ну, вот, поэтому Это, как говорится, война, войн Тоже выборы будут в следующем году президента России Ну, а у нас картина понятная Сегодня с 17 до 20 часов Вы можете пойти на избирательные участки Невзирая на дожди, который так необходим Для наших, как говорится, одуванчиков на полях, да? Чтобы травка росла получше Ну, у кого картошечка, у кого, например, садик, огородик, да? То есть там это очень, как говорится Этот дождик был необходим Ну, а наши телефонные звонки 67-241-100 167-701-797 Милости просим, если вы хотите что-либо сказать Ну, вот, мое мнение по коммунальным платежам Еще раз повторю, да? То есть все нужно пересматривать в защиту рижан Все, все пересматривать в защиту рижан Чем меньше посредников, да? То есть их надо убирать То есть напрямую с производителем Товой или иной услуги И очень убедительно Когда ты приезжаешь куда-то В какую-то европейскую страну И спрашиваешь А люди где? Да? То есть есть муниципалитет А где люди? А где домоуправление? А где, значит, то или иное То или иной департамент? Они смотрят на тебя Как будто ты с Луны прилетел, да? Что за идиот? Откуда ты? Он говорит, подождите А у нас этого нету Я говорю, как нету? А сколько депутатов? А депутатов у нас там 5-6 человек Подождите, а это кто? А это три советника Я говорю, а какие партии? Они какие-то никакие Это советники, специалисты Которые просто обсуждают тот или иной вопрос И предлагают депутатам проголосовать За то или иное правильное решение Да? Значит, и они, как говорится Один учитель, другой может быть там профессор какой-то Кто-то еще там чего-то И предлагают, и они исходят из того Как этот вопрос лучше решить для горожан Как этот лучше, дешевле, экономичный И принимают то или иное решение И, как говорится, уже голосуют А не надо так далеко ходить Во время свободы А у нас советники какие? Во время свободы У нас в Рижской думе какие советники? Это нахлебники, скорее сказать Во время свободы Латвии В таких местах, как Элая, Ауце, там и Бена и так далее Председателем думы, так сказать, самоуправления Был самый богатый крестьянин И он работал на общественных началах И на зарплате был только секретарь Все Больше никого не было А сегодня, когда мы смотрели Значит, сколько человек проживает в Латвии Да? Статистика вышла Значит, сколько граждан Сколько жителей Да? Значит, 18,8 Еще уменьшилось Тысяч Нашего населения С начала 17-го года И И при этом идет увеличение административного ресурса И при этом количество чиновников У нас 300 тысяч А от чего или от кого бегут Жители Латвии Вот этих налогов Вот разница налогов Люди, как вода Перетекают по планке Самого низкого налоговоложения Почему люди едут в Англию? Более низкого налоговоложения Что они здесь были глупые и ленивые А там стали умные и трудоспособные Социальная обеспеченность Да Распределение Как минимум социальная обеспеченность И возможность получения работы У нас, увы, к сожалению Дети, закончив школы Где они учатся Я, допустим, заканчивала школу в 16 лет Сейчас у нас ребенок учится до 20 лет Не работая Человек так или иначе Он немножечко начинает деградировать А заканчивая университет Я четко знала Что будет распределение И будет работа На данный момент Ни распределения Ни работы нет Следовательно Взрослый самостоятельный человек Достигший 21 года Не уверен в том, что у него будет работа Не уверен в своей социальной защищенности При этом госаппарат расширяется Сколько в столице жителей? 600 тысяч 600 тысяч Сколько у нас чиновников? Небольшим на территорию 300 тысяч С небольшим 297 300 тысяч Ну это не чиновников Это люди, которые получают из бюджета деньги То есть это учителя Это врачи Это муниципальные Учителя, врачи Это святое Это все остальное Плюс чиновники Это услуги, за которые кто-то добровольно хочет заплатить Это 300 тысяч Да Если бы не отбирали это в налогах Люди бы заплатили бы сами на учителя Так вот в Англии Вот меня поразило И поражает до сих пор Почему люди туда едут А потому что предприниматель Выплачивает всю зарплату Полностью Бруто или нет Как правильно сказать? Бруто, наверное Да? Бруто, помню Значит И Когда я говорю А как ты так можешь? Он говорит А я Моя задача Все расходы выплатить И у меня остается чистая прибыль И вот с этой чистой прибыли Я 20% отдаю государству Но если я еще развиваю Мне нужно еще куда-то какие-то Купить компьютеры и что-то остальное То есть мне налоговая инспекция дает льготы На покупку того-то, того-то То есть я плачу меньше И прочее Но каждый работник Я заинтересован ему дать больше Потому что он заинтересован в моей работе В качестве работы И он сам смотрит Сколько ему отложить на пенсию Сколько ему отложить на питание На коммунальные услуги и прочее То есть он уходит из квартиры А я прихожу Говорю, а что у тебя 5 градусов? Говорит, а зачем больше? Я говорю, вот сейчас подкрутил Этот конвектор Раз И через буквально 5 минут У него температура плюс 18 градусов Говорит, а мне больше не надо Плюс 18 Так же с управлением Оно должно быть целесообразное Естественно А когда тебя как овцу Овцы говорят С тебя столько-то Да, платили И сейчас мы тебя за шкварник Выкинем из квартиры Ну, естественно А у людей другое Альтернативы нет Да Он смотрит где куда В конечном итоге Что? Продает квартиру И уезжает куда-то Пытается уехать Куда-то в лавку Куда-то, куда-то Куда-то подальше от центра Где что-то можно прикупить Да Значит Потому что здесь его уже все Выжили, выселили Да Вот И не исключение Что в сельской местности Самые богатые люди Пенсионеры Что работы нету Никого нет Если у кого-то есть пенсия Там бегут к ним Отдолжи 2 евро Там на бутылку самогонки Там, да На бутылку кружки какой-то И поэтому Люди в Англию едут Ехали и будут ехать Да В поисках работы В поисках жилья Но и жилье, конечно, там тоже Сумасшедшее дорогое Значит Более-менее нормальная комната 1000 евро Значит Ну, в пределах Как говорится Центральной части Лондона В месяц И Люди идут на эти условия Почему? Потому что Коперируются на четверых одну комнату Да Получается там по 250 Или по 200 даже Где как находят эту комнатушку Вот Значит Работают И Ну Скажем так 1000 фунтов Это для начинающего работника Полторы Две Да То есть Вот примерно Такая Как говорится Оплата А если ты с образованием Специалисты И Как говорится Это То есть Там До бесконечности Можно сказать Эти Как говорится Заработки Магазины Битком набиты людьми Покупательская способность Обалденная Значит Все идут С сумками С продуктами С Как говорится Все Как говорится Улицы Забиты людьми Транспорт весь полный В электричку В метро Если ты где-то живешь Ближе к центру Уже В первую Вторую Третью Даже электричку Не залез Да То есть Там В четвертую Кое-как протиснешься Там Значит На концерты Билет надо брать За 3-4-5 месяцев Чтобы попасть на концерт Да То есть Жизнь кипит Жизнь кипит Рекламу Англии не надо Люди и так едут Все нормально Жизнь кипит Да Ну почему Мы Скажем Сравнить То или Другое государство Находясь в одном И том же союзе Почему мы живем Как говорится Как черви в навозе Да Вот А все Налоговое отложение Нет Просто нас завоевали Будем говорить откровенно Нас просто экономически Поработили И нас завоевали Мы не налоговую войну Проиграли Просто холодную Да То есть Чисто поставили батраков Наших Заплатили им ГА-24 Дали им денег И сказали Вот это подпиши Вот это И вот это И вот этим закончилось Завоевание нашей территории А потом Тянули В Европейский союз Еще Как говорится Опустили Еще Да То есть И все И когда я разговаривал с капиталистом Еще на заре Он говорит Вы ребята не представляете Что вы вообще теряете Вы теряете социализм Вы теряете свободу Вы теряете деньги Вы потеряли родину Вы все потеряли Вы даже не представляете Что вы потеряли Да Вы даже не знаете Вы даже не догадываетесь Сегодня Как вас развели И как вас обманули Вот итог Итог сегодняшний Вот такой Давайте Давайте будем говорить Не о том Как здесь плохо О том Как здесь плохо Знают и понимают Практически все Давайте будем говорить О том Что необходимо сделать Чтобы было хорошо Чтобы наши пенсионеры Чувствовали себя защищенными Дети были уверены В том Что они получат работу Они сидели и ждали Или уезжали из страны Потому что наше население Как минимум население Риги Оно стареет А не молодеет Потому что именно молодежь уезжает отсюда И будем думать о том Как социально защитить пенсионеров Получающих пенсии Увы Есть такие пенсии 90 евро 120 евро 220 евро Это почти самая высокая пенсия Пенсионеров Постсоветского времени К сожалению И у нас пенсия рассчитана Делится пенсия чиновника На пенсию самую низкую И берется на круг И тогда получается 370 Поэтому лозунг за то Что давайте увеличим пенсию Он хорош Но давайте увеличим пенсии реально А не виртуально на словах Поэтому наша задача Помочь людям А не говорить о том Как здесь плохо Юр, то что плохо Это всем видно Мы говорим о том Что надо бороться Бороться Не меняется Пассивность вот эту То есть если вот так вот говорить Один из ста Активный Который бьется Который понимает Что надо Остальные пассивные Плывут как это Извините По накатанной Остальные Всегда лампочки Как говорится Ну будет, будет Ну как-нибудь выживем Моя хата с края И лишь бы меня Только не коснулось А мы говорим о том Что надо бороться То есть рано или поздно Да, рано или поздно Эта территория Привлетет обратно Нормальный, совершенный вид У нас телефонный звоночек Здравствуйте вам Добрый день Я сейчас немного Про рабочие места Говорят Надо создавать Производ Ну допустим Произойдет чудо Так сказать Рабочие места Появятся И Производство Заработает Скажите пожалуйста Где вы найдете Рынки сбыта За рынки сбыта Идет война Что в Европе Товары Это будут Конкурировать С европейскими Россия Закрыла Уже Так сказать Наблохо И надолго Ну и что Это развитие К чему приведет Спасибо Рынки сбыта Сегодня есть В Китае Но наши лобухи Извините Поторкались Поторкались И им сказали До свидания Почему Да потому что Китайцы четко Ясно сказали Вы хотите Чтобы мы с вами Работали Надо с нами дружить Чтобы с нами дружить Вы должны дружить Со своими соседями Да Вы должны Не включать санкции А нормализовать отношения Мы не можем Дружить с теми Кто дружит Против наших друзей Это первое Второе Значит Там бездонный рынок сбыта Если правильно Подойти к этому Да То есть я привозил сюда Нашего китайского друга Значит Моего китайского друга Он говорит Да весь сахар купят Который вы тут произвели Который мы произведем Но только мы должны Заключить договор О защите инвестиций Которого нет На сегодняшний день Ваши Не могут организовать Выдачу виз Даже Для поездок Наших предпринимателей Бизнесменов Отворот-поворот Там не там закорючка Там не там не это Да То что я сам прорабатывал Сухое молоко Да все Сухое молоко Китай скупит С потрохами Которые даже мы И произвести Никогда в жизни не сможем И не говоря уже О мотороллерах О машинах О деревообработке И прочее Прочее Да То есть Только нужно Подойти правильно А правильно он сказал Надо стать родственниками Надо дружить Надо поставить Специалиста китайского К вам в правительство Специалиста советника Да В Рижскую думу Советником поставить Юра правильно сказал Рынки сбыта Возможны При нормальных Дипломатических отношениях Латвия Слишком маленькая По сравнению С другими государствами Для того Чтобы диктовать Свои условия И пока у нас сидят Извините С неправильным направлением Не с правильным мышлением Да Ничего здесь Не улучшится У нас телефонный звоночек Добрый день Добрый день Михаил Борис Добрый день Вот звонил человек Спрашивал Про рынки сбыта Вот я вообще Нанимаюсь Так Любильски И не только Любильски С строительством И прочими делами И вижу Как люди У нас Закупаются С всякими Стройматериалами И вижу Откуда Стройматериалы Это В принципе Производства Довольно простые Но как правило Все привозное Все не наше И всем этим Не нашим Мы Мы это покупаем В том числе И в том числе Из России Тоже материалы Покупаем Но почему бы Нам самим Хотя бы для себя Не производить Почему мы Действительно Как бы Большой магазин У нас большой магазин Куда заводят Отовсюду Только не наше Даже литовцы Производят больше И солнце Оно у нас У нас Просто полный трудом Болдара И пытались Там ОСБ Панали Производить Но она получалась Дороже Полтора раза Чем Польская Не знаю Или налоги Или у нас Дурной нарос Но я говорю Что у нас Можно очень много Что производить И самим потреблять А не просто Все Хавать 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 И отдавать Деньги Сколько Десять миллиардов Должны Может уже больше И с самого начала На заре нашей Независимости Денадцать первого года С нуля Мы поднялись До десяти миллиардов Сколько Сколько Может продолжаться Сколько Мы можем терпеть Охватить Эти власти Которые До сих пор Извинились Спасибо Вся экономика Развалена Для того Чтобы что-то Восстанавливать Нужны В первую очередь Люди Которые хотят Это сделать Отложенный НДС Отложенный НДС Очень великая Вещь в Англии Отложенный НДС Для производителей Они не платят НДС Платят Покупатель Только Да И если Я покупаю Песок То есть я не плачу НДС Я покупаю Цемент Я не плачу Я производю Жу тот кирпич И так далее Да Значит И он Продается Значит И две цены Одна цена На экспорт Без НДС И если На внутренний рынок Она с НДС Все Элементарно Просто Да Но у нас Одно движение Не успел купить Бревно Ты уже должен Заплатить НДС Не успел Распилить Ты уже должен За распилку За коммунальные Все везде С НДС И прочее И это в геометрической Прогрессе Такая цена Что эти доски Этот кирпич Нахрен Извините Никому абсолютно Не нужен У нас остается Буквально 30 секунд Я хотел бы сказать О том Что служба Полиции безопасности Обращается К населению Значит С просьбой Сообщать О тех случаях Как говорится Нарушения 67 20 89 64 Телефон И если что Звоните к нам На радио Вот И Значит Что еще Сегодня выборы Да С 17 До 20 Если кто-то уезжает Можете пройти Посмотреть Как это происходит Но лучше Конечно Прийти в последний день И даже Прийти в 21 В 21 Там 1.30 Вот в самом конце И понаблюдать Все Спасибо всем За независимый Латвий Двин Путин Нара Вилкост Юрий Журавлев И в 16 Латвий Пит Посмотрите Их затронула Тема Конечно Нара Вилкост Нара Вилкост